Начинаются играть от точки С, хотя... Да, точно. И смотри, знаешь, что забавно? Опять заходит агрессивный эсминец на точечку Б. И Бенсон опять, это опять Бенсон. Так. Ой, блин, это, боюсь, значит лишь одно, что у Саши какие-то проблемы с интернетом. И это плохо. Плохо, очень плохо. Ну ладно. Теряем вижен, грубо говоря, за вражескую команду в данный момент. Но я постараюсь отреагировать быстрее. Лишь бы себя затопить, черт побери. Так, ну ладно, захвата все еще нету. А это значит, что... Скорее всего, значит то, что... 460 миллиметров тоже забросили. А, нет, смотрите, с точки А пошла захват. Что ж, это уже, значит, любопытно. А значит, учитывая, что засвет... А, нет, засвет, смотрите, скорее всего, тоже идут в сторону точки А. И европейцы это поняли, потому что сейчас просвечивают, значит, этот квадрат. Скорее всего, будут перегруппироваться и играть в деф. То есть, как видите, норки уже поворачивают носы в сторону точки А. Не ожидая, что с точки С может что-нибудь зайти. А это было бы очень, кстати, любопытно, если бы один эсминец пошел бы повоевать в тылах. Другое дело, любопытно, что... Не, ну ладно, тут уже... Будем честны. И... Кутузовы... Да и некому, знаете, оттуда уже торпеды слать, так что... Странно, конечно, что опять получилось такое, что... Ну, 4,60 мм сейчас потеряли в инициативе только потому, что захват у них начался позже. То есть, казалось бы, фигня делов. Но он вынуждает их сейчас действовать более агрессивно. И Бен... О, смотрите, Бенсон подсветили, который решил кормой немножечко-немножечко закрыть точку, чтобы не шел захват. Но, тем не менее, вот, видите, снаряды зашли. И, значит, да, следующий засвет показывает, что нехило-нехило уже Бенсон 460 мм был от... Обработан фугасами. Дымы стоят. Кстати, судя по количеству дымов, тут, блин, такое ощущение, что не один Бенсон, тем более, что первый дым начался вот тут вот, а второй тут. Скорее всего, тут еще один и сменится. А это, значит, заключает возможность того, что с тылов 460 мм будут накидывать торпеды. То есть, вполне сейчас возможно, что линкорам, в принципе, ничего не угрожает, а Атага идет, судя по курсу, поджиматься под острова. То есть, играть более агрессивно, что, собственно говоря, тоже логично. Ведь Атага, который будет капать с тылов на мозги... А, нет, кстати, смотрите, точку отпустили. Да ладно, Бенсону просто убежали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо-то получилось. Получается, что у Одома, у Одомов сейчас серьезное преимущество, которое только будет разрастаться за счет того, что две точечки. Трансляция легла у Тури. Я так и понял, что интернет у него полег, и это, конечно же, минус. Тем более, что ему в следующем проводить розыгрыш, и это, черт побери, что-то да может значить. Смотрите, кстати, получается, поймали Фубуки. А у меня отрубило свет. А, я так и понял. Так вот, Фубуки поймали Торпера. А у него... А, наверное, Атага. Да, Атага, скорее всего, защитит. О, опасно, опасно, опасно. Легло. Могло бы и Атага не защитить. Но Фубуки решил уйти. Ну и, в принципе, понятно. Одому и нет смысла рисковать. По крайней мере, вся игра сейчас на них идет. 460 миллиметров, я смотрю, засвечивается уже в агрессии. То есть, Бисмарк... Куда же они идут? Ну, скорее всего, вот опять поджиматься вот к этому острову, чтобы иметь возможность работать на точку Б. С другой стороны, это не дает возможности работать по крейсерам. 400... А, смотрите, они разделились. Вот норочка. Норочка тут есть с центра. То есть, будут брать в клещи, скорее всего. Такие интересные вещи у тебя происходят. Я прям уже гружусь, уже гружусь. Кутузов, скорее всего, тоже будет тут дымами стать. Возможно, эсминцы тоже стоят вместе с норкой. А... Да-да-да, стопудово. Прям уже готов посмотреть. То есть, норка, Бисмарк, Чапаев идут поджиматься, чтобы иметь возможность работать в... Так сказать, в этот, как его, в клещах. И тогда уже спокойно зайдут на точку Б эсминцы. И тогда уже будет с ними сложно повоевать. С другой стороны, получается, все равно... Я помню, последний засвет у Бенсонов был, как минимум, он был ополовинен. Это неприятно. Так, по кому же? По кому же этот залпик летит? По Атаго. Вот этот поворот. Атаго вынудили вернуться обратно. И, кстати, получается, что Одомов сейчас 460 миллиметров. Медленно, но верно, все-таки возьмут в... В клещи, черт побери. Но, тем не менее, что-то перестраховывается. Не берут точку Б, а преимущество уже 100 единиц. А это... Это не мало. Это не мало. Особенно в боях, когда вот... А я уже загрузился, расскажу тебе, что наш таинственный Бенсон, который сейчас заходит на точку Б. Уже зашел. На самом краешке. И сейчас его истребители, мне кажется, будут светить. Ваши попробуют. Скорее всего, сейчас в Чапай будет РЛС включать. Это более правильный вариант, мне кажется. Сейчас посмотрим. Но нет, почему-то все еще не светится. Видно, была попытка подсветить истребителями. Я, знаешь, что сейчас еще заметил? То, что... А, все, нет, все, 5-5. Я уж подумал, что с перками не лады. Не-не-не-не. Во-первых, это пресс-аккаунт. Это пресс-аккаунт. Это можем просто, конечно, перепутать. Но, наверное, не тот уровень все-таки. Смотри, очень-очень опасно сейчас. Бисмарк выходит в полуатаку. Конечно же, понятное дело, что в него идут торпеды. И он, скорее всего, это понимает. Ставит нос в Веру Бенсону. Бенсону, который слева выдавал залпа. То есть это все мимо. И мне кажется... Ну, кто-нибудь же должен его задымить? Нет, почему у меня такой дымчик стоит? Так, Бисмарк. Очень... Если еще никто... Кто-нибудь идет сейчас Бисмарка дымить? Потому что он стоит очень опасно. Смотря кто будет по нему стрелять. Нет, Бисмарк пока чувствует себя хорошо. Вот Хармич получает торпеду. О, папа, смотри. Норка сейчас, в принципе, будет иметь шанс... Хотя Чапаев, не знаю, светится. Нет, в дымах стоит. Не-не-не-не. У вас в свете только Каролина. Бисмарк сейчас будет идти назад. Главная торпеда. Главная торпеда. Да, его сейчас поливают там из дымов. Да-да-да. Бисмарк сейчас просто... Он сейчас просто уйдет, я так думаю, за горку. Опять попытка уничтожить Атаго с 15 где-то километров. Норка, конечно, стреляет. Ну, тут это, знаете... Ну, видно... На самом деле, по тому, как разворачивается Атаго, есть у меня подозрение, что он с модулем на разворот рулей. Слишком бодро реагирует на опасность по себе. Что делать из него, как мне кажется, не очень удобная цель. Я бы на месте 4,60 миллиметров уже попытался или забить на него, или закончить как-то другим способом, нежели вот издалека просто пострелить. Тем не менее, кстати, смотрите, у вас там Кутузов засветился. Неплохо так засветился на 10... Нет, не на 10, на 8, наверное, тысяч. При этом он отступает и по нему как раз работает Атаго. Блин, как-то не очень кайфово, если честно. Мне, знаешь, очень интересно, посмотри, как красиво стоит ваш Бенсон, который калле. Он сейчас, правда, засветил, и он стоял просто на самый вот краешек. Да, и кормой, но это, знаешь, классический случай. Я, как раз, по-моему, в боях с драконом, с драконами увидел впервые такое применение. То есть я после этого и сам подумал, а почему бы просто лучше дольше заходить на точку и иметь при этом безопасный отход, нежели зайти носом, а потом в случае опасности оказаться в опасности реально надолго. И я смотрю, это реально все чаще и чаще это становится классикой жанра поведения Бенсонов. Кстати, Норка сейчас каким-то Макаром отхватила тоже нехилу, 4,6 мм. То есть пошли в агрессию, пацаны, но в какой-то момент все пошло не так. И удивительным Макаром получается, что сейчас линкоры, линкоры реально наполовину, ополовинены. Это неприятно. Чапаев в дымах и по нему идет тоже фокус. Рассредоточились на самом деле и непонятно, что имеют в виду. Если у пчел было сразу понятно, что многохотовочка, они идут, вот идем туда-то, идем сюда-то, мы получаем позицию шикарную. Но вот эта вот сейчас шикарная позиция не работает на линкоры союзников, то есть, простите, противников. Ну ладно, на линкор 4,6 мм они не имеют возможности ни по кому стрелять. При этом, кстати, сейчас только вот будет возможно... Я вот, смотри, у нас взятился Бенсон, который сейчас сбросит торпеды в Бисмарк, он задымил Норку, и Норка стреляет в борт. Бисмарк, ну, нет, торпеды нет. Бенсон на минус, Коля забирает, забирает Бенсон на вашего. Опа-па-па-па. Так, ты имел в виду, наверное, про другой фланг, да? Да-да-да-да, я просто смотрю по... О-о-о-о, и торпеды идут, идут торпеды. В Хармич поймает, наверное, одну торпеду. Просто крайне опасно, сейчас Норка вот в борт целый зал Бисмарку отправил, и прикинь, просто вообще... 2000 урона ББшками зал прошел в борт, просто вообще отлично, станкованный. Но это скорее тоже вот такая рандомная часть. Вот такая вот точка здесь, конечно, очень опасная, где прижались у нас Бисмарк и Норка, сейчас вражеская Норка стреляет. Бенсона, Бенсон сейчас отгоняет, сейчас АКЮКЮ Вэлл в свете. У него летят залпы, но все мимо. Фубуки тоже, фубуки под РЛС. Под РЛС, вот это больно сейчас будет. И Чапаев по нему стреляет, оба Чапаева. У нас же два Чапаева, соответственно, как мы ишь, две РЛСки. Ну вот сейчас опять идут торпеды, и как бы Чапаев не огреб. Нет, 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 торпеды идут вообще под неудобным углом, и если такие уж торпеды за тот остров, то нужно было... Я про другие торпеды. А, ты от Бенсон? Нет, тоже как-то не особо. Да, 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 они чуть-чуть разошлись, просто и вот... И нет! Одна зайдет, да ладно, смотри. Три тысячи, три тысячи, вот это поворот, это поворот. Две семьсот, да ладно. Так, фокус уже показан. Ну тут реально две семьсот, а бортом тут хоть с Фубуки начинает стрелять. Очень хочется добрать этот фраг, потому что критичная ситуация. Перевес в сто очков, он может заролять. И вот залпы летят, Чапаев полторы тысячи. Ну естественно, естественно. Сейчас попытаются, Фубуки его даже попытаются добрать. И прикинь, не предугадать. Вот атака получает Кутузова торпеды, и вот это поворот. Как так, как так? И... Фубуки забирает, забирает Фубуки, который стрелял по Чапаеву, посмотри. То есть он стрелял, 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 думал, сейчас я заберу эти полторы тысячи, хоть Фубуки стрелять не говоришь. Я вообще, кстати, не понимаю... Не, я, да, понимаю. Фубуки подставился, я, кстати, больше шутил. То есть обидно Фубуки так терять. Но то, что Чапаев пока стоял на месте, и прикинь, просто не предугадали пацаны то, что Чапаев не будет стоять на месте. То есть в то место, где он стоял, туда прилетело очень много. Ну смотри, норка, норка сейчас выходит, будет рисковать Дабы, наверное, просто хоть как-то Добрать эти очки Да, очки нужно отработать Смотри, кстати, по бисмарку очень неплохо Идут торпеды, 4,60 мм У них нету сейчас больше никакого выхода Сейчас выйдут в агрессию И как бы сейчас носом не захватить торпеды Но нет, нет, нет Нет, все, все А им, кстати, и смысл 4,60 мм Стоят все вполне Все, выполз, выполз Ну, ЧПФ понятно было, там у него не было выхода Он же не сможет телепортнуться на другую часть карты Это было хорошо Ой, ты смотри, сейчас У европейцев Атаго Заходит с тылов Сейчас будет обрабатывать фугасами И норку И бисмарк, нет, сейчас, кстати, скорее всего Будет работать по бисмарку, да 16 км есть возможность Хотя нет, прячется за остров А странно, странно, ведь 20 тысяч Можно было сжечь Ну и здесь сейчас по нему будут Так же в агрессии, смотри, сейчас еще норка выходит То есть бисмарк сейчас в очень неприятном положении Ой, Кутузов подставляется Если бисмарк сейчас А бисмарк отстрелялся Абсолютно четко Моментально просто сдал залп И не повезло Сквозняк Один единственный сквозняк Кутузов так стоял бортом Норка вышла прям в отличный прострел И опять... О, нет, нет, нет Смотри, вот этот залп по бисмарку Прошел очень неплохо 9 тысяч 9 тысяч Ой-ой-ой, сейчас заберут его Пытаются отхилить Торперы явно мимо пройдут Он же успеет от них отреагировать Хотя... А что он с ними делает? Нет, просто по прямой О, панцы Кутузов в минус Забрали, забрали этого наглого Кутузова Который вылезал бортом О, сколько торпед Да, смотри, успели, успели сбить Но все-таки да, марк разбирает Ну потому что со всех сторон Тут понимаешь, что тут комплексно зашли То есть не стояли просто на месте То есть атака прощупал момент И вышел вот Ну просто правда Нельзя было в полный сейф найти И 460 миллиметров Сейчас уже упускает свое преимущество Преимущество в стволах Хотя нет, еще пока нельзя сказать Это столь категорично Пока-то, в общем, пока все нормально Наравнее Наравнее, да Пока все ровно Сейчас посмотрим, как Хармич доползет Леон Ах, торпедки проходят мимо Норки, которые выходят Кстати, сейчас, скорее всего, будет Залп по норке Потому что, смотри, его со всех сторон зажимают Только света не хватает Да, 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 да Который на точке Б сейчас находится Да, но он заходит в дымы Сейчас пытается добраться до дымов Идут торпеды Ну полное отсутствие света Сейчас очень сильно роляет И вы просто посмотрите на карте Как распределились То есть как от них спрятаться Вот только в дымы Да, вперед в дымы, в дымы, в дымы Блин, я, по-моему, сдаюсь уже То, что я болею за 460 миллиметров То есть, ну, это очень опасно Совершили, кстати, опять они ошибку Очень долгое время они стояли Смотри, их реально Ну, я не знаю, как О, Чапаев, Чапаев, смотри 7 тысяч, 7 тысяч Чапаев Да, Чапаев, Чапаев вылез А зачем? Зачем он вылез? Непонятно, зачем вылез Но он и обратно спрятался О, танцы, смотри Чапаев 460 миллиметров получил От Норки подарочки Он говорит Привет, Чапаев И минус 20 тысяч Важно, с минус зашел на точку Б Оп, Норка получает Неприятную плюшечку Видимо, в корму И Нет Нет Да Смотри-ка, смотри-ка Есть шанс Блин, 460 миллиметров Почти что Почти что выигрывает 930 очков Но очень напряженно Да, если Норку забирают Это конец Это будет победа Фокус по нему Явно летят бомберы От него отбомбиться Но Чапаев тоже, смотри В очень опасном шатком положении То есть, 10 тысяч 3000 бомберы сейчас зайдут И это И это Уничтожение Норки Шикарно Чапаев выжил Посмотрим, доживет ли он еще Да, вопрос Это вопрос Еще такой на засыпку 460 миллиметров Скорее всего сейчас выиграют Но есть шанс Чапаев уничтожить быстро То есть, это 872 очка И нет Стреляют А, да, вот Норка стреляет по нему И Залп летит Залп летит 995 И это мимо Мимо-мимо-мимо 460 миллиметров Кажется, вырывают победу Прям с боем С боем Вот это Вот это бой Опасно Опасно Вот это